Друзья мои, всем привет! С вами Галина Кулеш и мы продолжаем разговор о YouTube, как обычно, по пятницам. Сегодня я отвечу на такой вопрос, который достаточно часто слышу в последнее время. Стоит ли стартовать на YouTube в этом году, в 2019, и возможно ли стартовать? Дело в том, что существует мнение, что сейчас стартовать очень сложно, и для хорошего продвижения и раскрутки, развития каналов требуются большие вложения, и есть огромная конкуренция на YouTube. Вот давайте мы с вами сейчас рассмотрим эти как раз мифы, скажем так, которые существуют, и подробненько разберем вопрос, стоит ли стартовать на YouTube в 2019 году. Ну вот по поводу конкуренции, я скажу так, смотрите, вот буквально лет 5-7 назад возможно было бы гораздо проще заходить в YouTube, потому что было очень мало каналов, и конкуренции действительно не было, можно было создавать любой контент и вообще не париться по поводу продвижения, то есть получать огромное количество просмотров и подписчиков. Но, конечно, сейчас время изменилось, и действительно конкуренция есть, но эта конкуренция только вам в помощь. Почему? Дело в том, что алгоритмы YouTube устроены так, что ваше видео молодых авторов, видеоканалов, которые создаются вот буквально с ноля, да, вот эти алгоритмы, они показывают ваше видео благодаря, ну алгоритмам опять же, да, благодаря оптимизации, показывают среди похожих рекомендуемых и на главной странице YouTube. Это значит среди конкурентов, то есть конкуренция наоборот помогает и продвижению, и развитию канала, и помогает набирать свою целевую аудиторию. YouTube так устроен, что для каждого зрителя он подбирает свою, скажем так, картотеку, да, в которой он отмечает все интересы, все, что он запрашивает, да, чем интересуется, что когда-то посмотрел. И затем уже показывает любое новое видео, которое поступает на его платформу, да, уже рекомендует и среди других, среди других, которые уже существуют, скажем так, да, на этой платформе и крутятся. Значит, поэтому конкуренция очень-очень важна, конкуренция очень важна, ее не стоит бояться. Здесь я вам хочу еще такой момент пояснить. Многие очень стремятся попасть в топ поисковой строке. Ну вот смотрите, в принципе на сайтах и вообще откуда вот взялось это понимание попадания в топ, да, это все продвижения на сайтах в основном, да, и вообще поисковой строке. Ну, смотрите, поисковая строка, она ограничивает нишу, нишевание, да, ограничивает, ну, скажем так, количество запросов, определенное, да, на ту тему, на которую вы пишете видео. Вот, например, сейчас меня интересует вопрос баня под ключ, да, например. И, конечно же, такие видео, которые я буду публиковать, да, или какие буду смотреть, вообще в этой нише определенное количество запросов есть. И больше, чем вот то количество запросов, которые есть уже на ютубе, да, его просто не может быть. Вот это тоже нужно понимать. И также нужно понимать, что при создании канала, когда вы только стартуете, не делайте завышенных ожиданий, не делайте такие, не ставьте такие цели, когда вот с ноля стартуете, да, например, там, 10 тысяч подписчиков за месяц, или там 100 тысяч подписчиков за месяц, нужно понимать, что вообще адекватно, скажем так, смотреть, да, понимать свою аудиторию, понимать свою нишу, насколько она глобальна, какой охват у неё, да, какая у неё аудитория, сколько вообще возможно быть в этой нише. Конечно, есть такие авторы, которые очень быстро и активно и раскручиваются, да, и стартуют очень быстро, буквально с ноля. Но нужно здесь соблюдать определённые условия, чтобы попадать в тренды, да, вот попадание в тренды, действительно, раскрутка и продвижение идёт очень быстро, вот, но нужно делать определённые шаги, это совсем другая история. Нужно посмотреть те видео, которые интересны вообще всем, да, независимо от возраста, независимо там от интересов, да, то есть то, что всё интересует каждого. Ну, там, например, какие-то скандальные истории, да, разоблачения, вот как-то я проводила эфир на тему контент-стратегии, да, контент-плани, и мы говорили тогда, да, что может быть вообще вот интересно для попадания в тренды. Очень интересно видео смотрят те, которые, те видео, которые связаны с популярными личностями, да, с какими-то публичными личностями, вот, ну, это вообще, либо с экстримами, то есть снимать нужно то, что вообще мало кто снимает, да, и то, что интересно всем. Ну, и, кроме того, обладать, конечно, обалденной харизмой, да, то есть быть харизматичной личностью. Но если у вас бизнесовый канал, то здесь нужно просто адекватно оценивать, да, и понимать, что, насколько глубока, насколько широка эта ниша, да, и, конечно, ставить адекватные цели по каналу. Так, теперь, значит, смотрите, вот это понятно, да, вот, друзья мои, я поздоровалась с вами, всем доброго-доброго солнечного дня, уже утро давно прошло, у нас рассветы обалденные в Тургеневских краях, вот, вот такая шикарная осень, красные расцветки, красные-желтые, ну, в общем, получаю удовольствие, наслаждаюсь тишиной, деревенской тишиной, вот, ну, по пятницам регулярно. Так, значит, смотрите, мы с вами разобрали, да, что стартовать можно, и конкуренция лишь только нам в помощь. Далее, что необходимо для старта? Для старта всего лишь контент-стратегия и какие-то базовые, базовый уровень для качества ваших видео. Базовый уровень качества. Я знаю, что очень многие прямо на старте заморачиваются какими-то профессиональными съемками, да, супер-пупер камерами за тысячи долларов, каким-то придумывают там техники монтажа видео, да, какие-то вообще вот, ну, что-то такое масштабное, фантастичное, вообще вот такое вот необыкновенное. Вот по этому поводу, друзья мои, тоже хочу сказать, что на начальном этапе, вот, для тех, кто стартует, не следует заморачиваться ни супер-пупер камерами, ни квадрокоперами, да, для съемок, ни какими-то техниками видеомонтажа. На начальном этапе достаточно просто, нормального качества, хорошего звука, да, чтобы хорошее было изображение на вашем видео, чтобы рука не дрожала, да, чтобы не было тряски камеры, вот, ну, и, конечно, изображение такое, чтобы оно и просматривалось хорошо, и было приятно для глаза. Звук, конечно, имеет большое значение. Вот. Так что, главное, что хочу сказать, главное, это контент-стратегия, значит, даже на мобильник можно снимать видео, поэтому вот на начальном этапе, если вы только что стартуете, да, только стартуете буквально с ноля, да, или реанимируете свой канал, начинайте снимать прямо на мобильный телефон. Вот. Затем уже, потом уже по мере раскручивания, покуда вы будете узнавать свою аудиторию, вы уже потом приложите какие-то другие технические моменты, да, и более профессиональное качество. На старте это, ну, существенной роли не играет. Далее по поводу контент-стратегии хочу сказать. Контент-стратегия и регулярность публикации. Вот на это вам действительно нужно обращать внимание. Регулярность публикации и контент-стратегия. Для того, чтобы вам понять, что снимать, вам нужно хорошо знать свою аудиторию. Нужно понимать, что ей интересно, потому что прежде всего вы публикуете, конечно, для того, чтобы вас смотрели. Для этого изучите свою нишу, изучите свою аудиторию, узнаете, что ей интересно, что она смотрит на каналах конкурентов, чем она вообще интересуется. То есть вам нужно настолько ее хорошо понимать, чтобы вы знали, что ей будет интересно и что публиковать. То есть составляете целый контент-план, да, по этим интересам. Если вы видите, что какой-то ролик у вас выстрелил, да, например, да, начал набирать хорошее количество просмотров, вы посмотрели на других каналах, да, и в принципе эта тема хорошо заходит и везде имеет большое количество просмотров, вы можете на эту тему создать целый плейлист, то есть сделать серийный контент. Это тоже очень хорошо будет для развития вашего канала. Вот, поэтому для развития вашего канала не профессиональные камеры нужны, а просто качественный, интересный контент. Вот, и регулярно субтитров. И таким образом продвижение, для продвижения и развития вашего канала будет обеспечено. Так, ну, что еще, друзья мои, если есть какие-то вопросы, вы, конечно, мне пишите, я обязательно отвечу, если не сейчас, если я не увижу их сейчас, то я отвечу после эфира. Значит, что еще можно сказать по поводу того, создавать или не создавать, да? Конечно, заходите, конечно, создавайте. И не ищите какие-то другие ресурсы, на которых можно либо заработать в интернете, да, либо масштабировать свой проект, масштабировать вполне реально и возможно это на ютубе. Делайте это прямо сейчас, вот, и начинайте стартовать, да, и покуда вы будете изучать аудиторию, покуда вы будете учиться общаться с ней, покуда вы поймете, да, фактор обнаружения какой, какие значки более привлекательные, какая тема лучше заходит. То есть вы, покуда вы ближе познакомитесь, да, вот, с реакцией вашей зрителей на вашу тему, да, например, да, заходит она, не заходит, интересно, неинтересно, какое удержание, удержание на видео, да, что нужно для того, чтобы удержание было больше, как нужно, какой сценарий нужно делать для видео, да, чтобы досматривали до конца, да, вот, покуда вы будете это изучать, хочу сказать, что о платном там продвижении каком-то задумываться даже не следует. Вот запишите на начальном этапе, если вы стартуете, вот десяток просто качественного, интересного контента, вот, и понаблюдайте за, за аудиторией. И вот когда вы уже научитесь понимать, да, и оценивать уже и аналитику посмотрите свою, вот тогда уже вы можете применять и рекламу в AdWords, да, например, да, то есть запустить целую рекламную кампанию, вот. Далее можете запускать рекламу у других авторов каналов, у блогеров, да, заказывать рекламу для раскрутки, развития и получения подписчиков, да, также можете применять продвижение на сайтах, на блогах, на других блогах, да, на форумах, в сообществах, ну, конечно же, в социальных сетях, то есть это даст дополнительный трафик на ваш канал, вот. Вот, так что вопрос, что мешает стартовать в 2019 году, оно полностью отпадает, нужно просто записывать контент, нужно просто заниматься соединением, нужно очень этого хотеть, и чтобы у вас хватило вот этого энергии, да, и действительно харизмы, да, для того, чтобы вы развивали свой канал и получали огромное количество просмотров и подписчиков. Если у вас уже есть свой канал, и вы хотели поделиться своим, ну, своими мнениями, да, своими впечатлениями о развитии своего канала, вы напишите, пожалуйста, под этим видео в комментариях, вот, мы с вами организуем дискуссию на эту тему, да, нужно ли стартовать, не нужно, как стартуете вы, что, может быть, какие-то проблемы на старте есть, но вот опять же хочу вас заверить, что конкуренция вам только в помощь, потому что алгоритмы YouTube показывают ваши видео, да, ваши готовые видео, они показывают как раз среди конкуренции и в похожих рекомендуемых YouTube видео, и на главной странице YouTube. Вот, друзья мои, я желаю вам успехов, желаю вам огромных просмотров на канале и, конечно же, продвижения ваших проектов именно при помощи видео в YouTube. Всё, я завершаю свой эфир, свой эфир, до встречи в следующую пятницу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok